У нас уже, как вы знаете, начиная с 1 июля 2021 года открыт специализированный межрайонный административный суд, рассматривающий вопросы публично-правового характера, то есть защиты физических и юридических лиц от государственных органов, от неправомерных действий государственных органов, бездействий. В данном контексте АППК имеется глава письменное производство. Вот хотелось бы немножко озвучить. За два года уже нашей деятельности, нашего суда, люди уже и физические лица, и юридические в основном хорошо знают, что такое активная роль суда, что такое у нас денежное взыскание, но мало кто обращает внимание на тот факт, как такой инструмент нашего АППК – это письменное производство. В чем преимущество письменного производства? В том, что любое административное дело может быть рассмотрено в порядке письменного производства. То есть если в гражданско-процессуальном кодексе, именно в гражданских судах рассматривались только в упрощенном порядке определенные дела, это именно в зависимости от МРП, в зависимости от иска, то в административном судопроизводстве у нас все-таки подлежит любое дело, любой сложности. Те же сроки до трех месяцев может рассматриваться административное дело. Также выносятся решения суда, также обжалуются, в отличие, конечно, от сроков. Если это жалобы на действия судебных исполнителей как должностных лиц, то 10 дней на обжалование. Любой другой иск также два месяца на обжалование. Поэтому, когда предлагаем сторонам перейти в письменное производство при поступлении административного иска, мы разъясняем все эти положения, но не все стороны соглашаются. В основном это у нас представители, например, нанимают себе представителей адвокатов. Адвокаты считают, что если суд их не выслушает, именно в устном судебном разбирательстве, то значит что-то не так, неправильно поймет, неправильно примет процессуальные решения, неправильно вынесет, скажем так, свой вердикт. Но это далеко не так. При письменном производстве суд в своем определении указывает, что нужно предоставить сторонам. То есть стороны также предоставляют все свои доказательства, предоставляют все документы, на которые стоит обратить внимание. В связи с этим суд, изучив эти документы, если увидит, либо обнаружит, либо у суда возникнут какие-либо вопросы, что нужно нам еще что-то выяснить, суд может перейти в устное разбирательство. Либо определением также запросит ряд других доказательств. Все отзывы, предоставляемые суду, также направляются сторонам. То есть стороны участники судебного процесса, они могут ознакомиться с любым документом и предоставить свои либо письменные доказательства, либо перейти в устное разбирательство. То есть они могут обратиться с заявлением в суд, и суд по их ходатайству переходит в устное разбирательство. Поэтому тут нет ничего страшного. Мы всегда объясняем, что в любом случае суд будет рассматривать всецело, объективно, именно каждую доказательную часть, каждый документ. Но самое главное, что бы хотелось отметить, у нас есть такая статья 127 по ПК, где за неуважение к суду, за неисполнение требований суда, запроса суда, за использование своих процессуальных положений суд может наложить денежное взыскание. Денежное взыскание накладывается от 10-месячных расчетных показателей и практически до 100-месячных расчетных показателей, в зависимости, что было нарушено. Но здесь вот именно в письменном производстве, что хорошо, что суд стороны не вызывает на процесс. То есть нервы в порядке, нет неуважения, нет опоздания на судебное заседание, своевременное подключение, за что может суд привлечь. И без сторон все это рассматривается. То есть это экономия времени сторон, как истца, так и ответчиков. Не приходят в зал судебного заседания, на действия другого, что ответчик может негативно выразиться в адрес до истца, что истец. То есть эмоции своих уже мы тут не показываем. Вот это самое главное преимущество. Вот в том-то и дело, что мы же пишем в определении, что нужно предоставить суду. Вы можете это все предоставить документами в письменном. Суд также рассматривает. То, что вы будете в устном говорить, разбирательстве, то же самое вы можете в письменном. Суд полностью исследует. Но если у любой стороны же, говорю, возникают вопросы, вот мы же посылаем, направляем отзыв. У меня секретарь судебного заседания, вот ответчик предоставил отзыв на иск. Направляется этот отзыв, истец его изучает. Либо также и ответчику сторонам, и они могут все-таки перейти в устное разбирательство. Обратиться с ходатайством, суд на любой стадии письменного производства, суд переходит в устное разбирательство. Но тогда мы уже приглашаем стороны в зал, выясняем, почему, что хотели дополнить, как хотели дополнить, какие документы еще должны предоставить. Тогда, пожалуйста, в устном разбирательстве. Только административного, но у нас же только ППК, публично-правовые отношения, только административного судопроизводства. И решение по письменному производству у нас выносится день в день. Вот если суд сказал, что 14 сентября будет вынесено решение, 14 вы его и получите. В отличие от устного судебного разбирательства, на изготовление судебного акта до 10 рабочих дней, до месяца в зависимости от сложности. А здесь выносится день в день. Вообще, это впервые именно в административном кодексе. У нас, когда ППК разрабатывалось почти более 12 лет, изучался опыты других и стран СНГ, и в основном Германии. Но у нас в нашем кодексе более, по-моему, совершенствованные ошибки других стран, как у них это все происходило. Но вот хотелось бы сказать, что в 2022 году было рассмотрено всего в письменном производстве 85 дел. А в 2023 году, за истекший период, пока 45 дел. Поэтому мы стараемся проводить, пишем статьи, на семинарах все разъясняем. Что все-таки это очень выгодно, по-моему. Экономия времени, но не всегда стороны. И у нас же стороны не только здесь находятся, в городе Петропавловске, районы нанимают адвокатов, представителей из других областей. Мы же можем вызвать, у нас же сейчас оффлайн рассмотрено, не запрещено рассматривать оффлайн. Поэтому, по-моему, это колоссальная экономия времени. И мы как бы стараемся все-таки. Вот я же говорю, что любое административное дело в нашем судопроизводстве может быть рассмотрено в порядке письменное. Любое, независимо от сложности. Ну и есть еще такой, конечно, у нас момент, как бы проблема. То есть это адвокаты, представители, они считают, если в письменном производстве дело будет рассматриваться, да, они же просят возврат представительских своих расходов, да, и солят там, ответчику нужно вернуть, в зависимости, на какое решение будет вынесено, в чью пользу. Тогда мы разъясняем, в любом случае адвокат выполняет, представитель, все те же действия, что он выполняет тусто. Мы же, когда в определении указываем, что нужно предоставить суду. Это же предоставляет все адвокат. Все это учитывается, и также взыскиваются представительские расходы. Ну, конечно, в зависимости от сложности, от категории дела. И в зависимости от того, действительно, какую работу он делает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok